очередной урок по css скорее всего он же и завершающим будет у нас в нем мы с вами будем говорить о позиционировании в html блоки мы в html можем позиционировать с помощью свойства позиция частности что что в общем то происходит да когда мы позиционируем мы их можем пододвинуть вправо влево до вниз вверх но ведь мы когда рассматривали свойства маргин да у нас получалось расстояние между блоком и его соседними элементами и тем самым блок точно также двигался например вправо влево поэтому от если отодвинуть какой-то блок пододвинуть или контент немножко по подвига да вы должны понимать что у вас есть для этого с и паддинг на и маргин можно флотами немножко влево вправо до выставить контент будет обтекать и дальше опять таки двигать паддингами маргинами то есть добиваться той позиции которая нужна но бывает этого недостаточно нужно двигать элементы специфическим образом и тут нам может помочь на позиционирование давайте сделаем какой-нибудь блок див дадим ему какой-нибудь класс класс например поз out так див закрываем он будет пустой у нас делаем класс наш поз out файлик из предыдущего урока наш тянется единственное что мы не увидим абсолютно никаких изменений дано для нашего дива мы мы должны задать для начала до какие-то стили там например ведь сделаем 300 пикселей далее зададим ширину хейт тоже делаем 300 пикселей зададим какой-нибудь background background ну например серый цвет серый цвет сделаем опять-таки да вот оговорку небольшую сделаем что если у нас допустим цвет белый это 6 буков f цвет черный это 6 буков 6 цифр 0 до 6 цифр буков c это у нас серый цвет так вот когда по 6 цифр повторяется можно сокращать писать только первые три вообще в принципе всегда можно писать первые три но там нужно знать правила повторения но если в общем 6 одинаковых то можно указывать 3 вот вот что помните просто и все так и далее что мы еще можем назначать border умеем мы назначать я вам скажу что в принципе мы уже очень много умеем назначать значит border мы сделаем давайте 0000 ff это будет синий у нас цвет вот такой вот блок мы сделали он появился со своей высотой со своей шириной вот он появился сдвинул весь так сказать контент наш вниз и уже под ним пошел наш контент то есть вот он появился в том месте там где должен был появиться все правильно он появился и предположим нам его сейчас нужно чуть-чуть отодвинуть ну предположим там вправо и вниз то есть вот 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 в эту точку каким образом мы можем отодвинуть можем отодвинуть маргином можем отодвинуть паддингом но при этом у нас весь наш контент будет то же самое сдвигаться вместе с ним допустим делаем давайте маргин сверху отодвинем его на допустим 200 пикселей и слева отодвинем на 300 пикселей вот мы смотрим да он сдвинулся все правильно но и этим он же сдвинул опять-таки весь контент свой вниз то есть тот контент который был под ним позиционирование оно работает немножко по-другому указываем позиция рассмотрим позиционирование относительное relative позиция relative смотрим да то есть само по себе она ничего не происходит ничего не сделала то есть блок появился там где и должен был появиться стоит на своем месте как бы никого не трогает никому не мешает чтобы теперь двигать наш блок нам нужно задать свойство топ допустим 200 пикселей и left 300 пикселей сами по себе топ и left они если их назначить то опять-таки тоже ничего не произойдет то есть они работают только в связке с позициями если мы назначаем топ и left то мы должны понимать что для них нужно еще и задавать позицию обновляем видим что у нас произошло произошло у нас следующее то есть осталось то место на котором блок и стоял вот здесь вот он да примерно стоял это место осталось она никуда не делась не пропала не уехала она осталась и плюс ко всему весь наш блок переехал скажем так в ту точку которую мы задали и контент весь который был да он остался на своем месте вот таким вот образом у нас работает позиционирование очень иногда бывает полезно что-то таким вот образом подвигать еще момент то что блок наш двигается до относительно того места где он на самом деле по теории появился как есть вот но об этом я говорил но еще раз заостряю внимание что относительное позиционирование она на нато и относительное вот релоти то что она двигает элемент относительно того места в котором он появился причем что самим вот этим местом ну как бы ничего не происходит то есть она остается как как будто бы элемент там и стоит он просто немножко перемещается относительно него при этом наезжая на контент да мы все все это мы посмотрели по-другому себя ведет а ну соответственно если надо на допустим вверх подвинуть да мы указываем например можем указать минус 200 она видим да на минус на 200 пикселей его вверх если соответственно нужно вправо можно указать вместо left написать right right ну давайте сделаем 100 пикселей потому что у нас сама по себе ширина блока 300 пикселей на 300 пикселей мы сдвинем и его просто не увидим вот таким образом да райт и он соответственно двигает его вправо можно оставить left и поставить минус 100 пикселей то есть результат будет один и тот же так значит все убираем позицию на нас relative в принципе позицию можем убрать убираем смотрим блок наш появился да теперь мы задаем позиционирование только вместо relative задаем позиционирование абсолютное абсолютное позиционирование почему оно абсолютное давайте обновим браузер сейчас и поймем то есть абсолютное позиционирование она позиционирует наш блок в абсолютных значениях относительно окна в котором он находится то есть вот наш блог вот синий да он находится внутри нашего ну так можно назвать блока body то есть вот наше окно браузера это на окно браузера и вот относительно него абсолютно спозиционировался наш блок причем по умолчанию он спозиционировался вот в левый верхний угол контент который идет он как бы идет сам по себе с верхнего края как будто элемента спозиционированного абсолютно вообще просто не существует то есть без абсолютное позиционирование выбивает элемент со стандартного потока элементов и ставит его абсолютно на то место на левый верхний угол теперь если нам надо подвигать данный вот элемент можем сделать топ там например 100 пикселей и опять-таки left делаем например там 300 пикселей вот относительно правого левого угла сейчас у нас левого верхнего угла сдвинется на сколько мы там указали 300 пикселей до вправо и на 100 пикселей вниз опять таки контент весь как шел так и идет вот таким образом у нас позиционируется причем есть еще одна особенность например вот есть наш блок с синий синий блок вот я его синий рамка обведу вот он синий блок есть у нас синий блок предположим внутри него у нас есть зеленый блок предположим где-нибудь вот здесь вот он по умолчанию появился до сверху справа какой-то контент идет вот он здесь появился вот в том месте где я нарисовал и если нам нужно зеленый блок спозиционировать абсолютно относительно синего блока то есть например поместить его абсолютно вот в правый верхний угол то мы для синего блока должны сдать позиционирование относительно если мы этого не сделаем то наш зеленый блок спозиционируется абсолютно относительно относительно окна будет браузеров То есть, чтобы позиционировать один блок внутри другого абсолютно, для родительского блока, внутри которого мы хотим спозиционировать что-то абсолютно, для него мы должны задать Position Relative. Вот вам небольшое задание, можете попробовать данную вещь проделать. Один блок у вас есть, вот здесь внутренний, сделайте еще один Div, задайте ему высоту-ширину, например, по 100 пикселей и попробуйте абсолютно попозиционировать его, причем что убрав у блока Pause Out вообще любое позиционирование. Посмотрите как раз таки, что будет. Так, значит, блок вот у нас он появился на своем месте, все есть, абсолютное позиционирование мы тоже рассмотрели. Есть еще один вид позиционирования, так, позицион, позицион, так, позицион, называется оно, ну не знаю как оно называется, фиксированное, наверное, фиксит, значение фиксит. Данный вид позиционирования, он что делает? Он фиксирует положение и не влияет на прокрутку. То есть мы сейчас обновим, что-то спозиционировалось наподобие абсолютного позиционирования, но при этом мы прокручиваем и наш блок всегда остается на том месте, где он как бы есть. То есть вот он спозиционировался абсолютно, ну как бы абсолютно, да, в левый верхний угол, как бы, да, применилось все к нему, все свойства абсолютного позиционирования, да, он стал в левый верхний угол, текст подъехал под него, с потока выбился и при этом при скроллинге он остается на своем месте. При этом нам никто, опять-таки, не мешает его взять, немножко подвинуть влево, например, на 200 пикселей. Сделать, предположим, здесь пункты меню какие-то, раз, 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 вот так. И сделать это данное меню, и оно всегда будет на странице, на виду. Просто часто на форуме, допустим, просят, спрашивают, а как сделать так, чтобы шапка сайта или меню сайта при скроллинге не уезжала вверх, да, а всегда было наверху экрана. Ну вот самый простой путь для этого это указать для блока, который вы хотите, чтобы всегда был на виду, позиционирование фиксит. По позиционированию у меня все, с большего по CSS тоже все. Естественно, это мы рассмотрели не весь CSS, да, тем более на сегодняшний день CSS3 он уже вовсю применим и вовсю применяется. И, в принципе, продолжить данный курс можно было еще уроков полсотни, допустим, такой же продолжительности записать, если рассматривать все, 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 все и вся. Но основу, которой нам хватит для создания, для старта, да, для хорошего старта, для создания каких-то макетов, да, вполне себе неплохих, вот данной базы нам вполне будет достаточно. И вот в следующей части, в практической, мы убедимся, что мы будем делать, в принципе, вполне себе сносный сайтик, который не стыдно будет разместить в интернете и, скажем, привлекать на него людей, что-то предлагать, какую-то услугу посредством данного сайта. И мы увидим, что мы для данного сайта, в принципе, даже все, что в данном мини-курсе теории рассмотрели, мы даже не все будем использовать. Поэтому база есть хорошая, естественно, есть куда расти, естественно, есть куда развиваться. Я думаю, с Web4Myself вы продолжите. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Приступаем, наверное, к практической части со следующего урока. Спасибо за внимание.